Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы продолжим разговор о книге пророка Исаия и обратимся сейчас к 15 главе. 15 и следующая за ней 16 глава посвящены пророчеству о судьбе Моава, соседнего с Израилем государства и жителей этого государства, жителей этой страны Моавитяне. С одной стороны близкие в этнокультурном отношении к Израилю, с другой стороны это язычники и политические отношения между этими царствами обычно оставались весьма и весьма сложными до тех пор пока вообще они существовали, ну то есть до самого персидского в сущности завоевания. И вот пророк обращается к Моаву со словами такими же в сущности, с упреками в сущности такими же, как к Вавилону, к Ассирии, к филистимской стране. И он говорит, ночью будет разорен Кир Моав и уничтожен, и будут все плакать, и все рыдает и утопает в слезах. И дальше, видите, мы наблюдаем очень поэтичный, подробный, длинный и разнообразный перечень того, в чем проявляется эта катастрофа. Моав рыдает над него и Медева, и у всех острижены головы, обриты бороды, на кровлях и площадях все рыдает и утопает в слезах, воины рыдают, рыдает сердце мое о Моаве. Немножко неожиданный мотив, потому что, а почему, собственно, вот Исаи это говорит, рыдает его сердце о Моаве. Ну, мало ли, в конце концов, какая участь постигла Моав. Его, я бы сказал так, что его нравственный облик настолько всем хорошо известен в эпоху Исаии, что даже необходимости объяснять, почему это именно так, нету. Тем не менее, вот Исаия, говорит, рыдает сердце мое о Моаве, из него бегут, из него поднимают страшный крик, и остатки стяжания его переносят за реку Аравийскую, потому что вот на убежавших из Моава Бог наведет Львов. С одной стороны, мы видим очень, правда, поэтическое, живописное описание этой исторической катастрофы, скорби, которая постигла гордую и сильную державу. А с другой стороны, Исаия говорит об этом как о событии совершенно трагическом, совершенно трагическом. Вот какая-то такая нота неотчуждения от страдающих, при том, что Моавитяне страдают за свои грехи и за грехи своих правителей, и тут даже и двух дней не быть не может, но все равно трагедия остается трагедией, даже если она, в общем, вполне заслужена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok